Всем здравствуйте! Сегодня 3 апреля 2024 год. Среда. Одесса. В Одессе шикарная погода. Плюс 25. Можно сказать, жара. Мы вчера вечером с Игорем пошли прогуляться в парк. Вчера вечером было 22 градуса. Где-то в 6 часов вечера, да, Игорь? И мы там поснимали нашу прогулку. Я выложила в телеграм-канале. Боже, какая... Воздух теплый-теплый был. Вот как летом. Телеграм-канал. Наш канал называется «Одесские прогулки». Ссылку и название я выставляю под каждым видео. А что ты знаешь? Оказывается, наш пляж Лонжерон занял 27-е место среди 100 пляжей... Мира. Да. Представляешь? Оказывается, есть какая-то такая лондонская компания, которая занималась именно по пляжам. Я не знаю. Ты знал такое? Нет. Да, да, вот такое. А еще в нашем зоопарке родилось 5 козлят от одной козочки. Это очень редко, да. И сейчас будут, зоопарк будут делать, как это, запрос или записывать в книгу Гиннеса, чтобы вдруг еще больше потом... Уже есть эти... Показывали этих... Ну да, козажный кролик. Да, да. Показывали этих козлят. Ой, какая прелесть. Посмотрите, прямо шикарно. Какая красота невероятная. А сейчас везде растут цветы. Пахнет весной. Посмотрите, вон люди идут с цветами. Кстати, на площади 10 апреля уже начали высаживать цветы. Именно... 1 апреля начали высаживать. Вот эти вот глазки, как они называются. Анютины глазки, да. Мы как-то говорили, что приготовили, а уже вот посадили. Ну и знаете, такая немножко не очень хорошая новость. Именно 1 апреля умер Теплицкий. Это КВНщик одесской команды. Знаменитый. Знаменитый команды, да. Он умер 1 апреля, а 29 марта у него был день рождения. Почему умер, как умер, что с ним случилось. Болел, не болел, нет никакой информации. Да, уже вот есть информация, что будут хоронить на еврейском кладбище. В общем, вот такое тоже случилось, да. Ну, это жизнь, что ты сделаешь. Сегодня вот буквально тоже мы шли и видели кортеж этих таксистов. Провожали в последний путь одного из таксистов. Сердечный приступ, как рассказали нам. Возраст, я не знаю сколько, да. Ну, молодой, да. Вот так вот. Так что... Всё рядом. Где-то рождается, где-то... О, смотрите, какой дворик. Это что, тут магазин какой-то, да? Парикмахерская. А, ну, давай сейчас вот смотри, как красиво покажем. Ой, как красиво, смотрите. Невероятно, да, это парикмахерская. Красота. Сегодня вроде бы как говорили, что будет штормовое предупреждение. И опять будет штормить. Ну, я не знаю, мы на море нигде. Смотри, один пятнистый красавец. И второй пятнистый красавец. Роды разные. Ну и что? Пятный один один. Главное, опять-то зори за красоту. Да, я его слиму. Этого красотулю. Роды разные, опять-то одинаковые. Да. Рядом лежали и спачкались. Испачкались. Девять. А, два девяносто девять. Да. Ну, на привозе, кстати, сейчас тоже яйца от трех гривен штука. Да. До семи. До семи, да. Хорошая. Да. Кстати, я тоже в телеграм-канале выкладываю цены. На привозе какие? За все. За мясо, за брензу, за яйца, за овощи и фрукты. Периодически. Мы много не рассказываем в ютубе, потому что мы выкладываем много в телеграм-канале, потому что за день информация прибавляется. Ну, и, конечно, хочется, чтобы разнилось, как в ютубе и как на нашем канале в телеграме. Да, Игорь? Да. Чтобы вам было интересно. И, конечно, иногда я повторяюсь и там, и там, но уже не все смотрят и имеют телеграм-канал, и я это поняла. Мне пишут. А еще вот то, что ты говорила. Что? Вчера ты выложила видео о женщинах в Америке. А, да, да. Смотрела своего подруга. Да, да, говорит. Так уже не первый раз, она говорит, мы снимаем, она видит своих подруг. И просила им передать привет, когда мы их увидим. Сказала, где можно их увидеть. Да, если мы там будем опять ходить, пойти, так мы пойдем обязательно и передадим привет от вас. Конечно. Вот любовь. Вот весна. Вот счастье. Да. Да, на прошлой неделе, по-моему, родилось 127 детей в Одессе. Одесситов. Одесситов, да. И одна пара двойня. Что мне, знаешь, все время, вот считаю, когда родились дети, так все время двойня хоть одна, но есть, да? Так интересно. Да, Игорь? Да. Двойняшки, да. Игорь, да, тоже, да, да. Ну, говори ты уже. Я тоже сдвоенный. Да, Игорь, тоже сдвоенный. И мой папа был сдвоенный. Да. Так что это в генах, наверное. Наверное. Мы думали, что у нас тоже может быть такое, но... Да. Да. Друзья, так в ряд стоят красиво. Как хорошо, что в Одессе широкие тротуары. Да. Все было задумано так, чтобы можно было ставить машины. Не говори. Кто не понял, это прикол. Шутка. Другие не понимают шуток. Ой. Да, насчет отопления, мне там писал ли... Да, в Одессе отопление отключают позже всех. Уже во многих городах по Украине отключили отопление. В Одессе отключают 7-8 апреля. Но мы уже дома отключили. Да, у нас отопление свое, мы отключили, да, потому что жарко. Это правда. Когда на улице плюс 25, особенно днем. Ну вот мы сегодня ночь спали. Мы обычно на ночь включали, думали, будет холодно. Нет. Мы не включали сегодня. Вот вчера днем как отключили, так и... Я сегодня утром встал, посмотрел. На улице было 11 градусов. Да? Это в 5 утра. Это в 5 утра, да? Да, Игорь рано встает. И вот... В 5 утра, да. А так вот у нас с напряжением так и не... Ну, слава богу, свет есть и уже хорошо. Но он в 220 напряжения у нас так и нет. Ну, это лично у нас. Потому что у других, у кого как по-разному. Потому что бывают такие скачки иногда... Ну, я читал, ДТЭК потерял 80%. Да? Да. Ну, еще, ты знаешь, я тоже читала, что за счет зеленой электроэнергии... Вот она сейчас и спасает нас, что мы сейчас имеем свет. Поняла, что я говорю? Да. Да. А на Слободке, кстати, сегодня не будет воды с утра до вечера. Не на всей Слободке, а на Маловского, на Балковской, на Академика Воробьева, да. И... Хотя Балковская Слободка... Да, вот я тоже так удивляюсь, почему все время Балковская говорят Слободка. Ну, я не знаю. Я тоже могу поспорить с некоторыми улицами. Ну, мы уже... Та же Воробьева. Это половина Слободки. Да, половина нет. А половина нет. Да, те же вот одесские традиции. Они пишут, что... Ну, одесские традиции на улице Воробьева. Но это не Слободка. Это точно не Слободка. Да, Слободка есть определенные границы. Да, покажу. Сколько цветов продаю, посмотрите. А здесь елка. Здорово, да? Живая. Живая, да? Да. У нас все живое и натуральное. В Одессе все есть, да? Да, там на Слободке раскопали. Идут какие-то раскопки. Что-то делают. Или меняют, или что. И что? А что ты так насмеялся? Что-то делают. Делают, делают, да. Ну. Да, иногда многие не верят, что я так на самом деле разговариваю. Да, я так разговариваю. Моя мысль бежит иногда впереди меня. Я так говорю, но я говорю, это не специально. У меня это бывает само собой выскакивает. Поэтому потом, когда я сама слушаю, я тоже смеюсь. А там же сейчас же на Слободке, вы знаете, очень много новостроек. И вот, может быть, там меняют, что будут. И вот уже мы знаем, где еще собираются строить. Там выкупали земли еще до войны, да? Да. Уже, да, уже людям предлагали выкупать дома, даже частные. Но остановилась из-за войны. А сейчас опять вроде бы, да, сказали? Не знаю. Не знаешь, да? Единственная женщина, которая живет в этом... Покажи, ага, ну-ну, рассказывай. Она меня спрашивала, что она хочет купить дом. Ну, где-то рядом, да? Да, потому что в этом районе, потому что говорит, мой пойдет под снос. А, о, видишь? Вот это единственное. Ну, вот это да. А как будет, неизвестно. Ну, то есть люди ищут. Ну, рядом найти, конечно, потому что сейчас очень многие хотят. Это считается сейчас город уже. Конечно. Да. Ну, город он всегда считался, просто это ближе к центру. Это не теирование. Ну, да, 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 да. Понятно. Все объясните. Да. Да, я все время вот здесь вот проходим. Все время хочу показать вот эту красоту. Так здесь красиво. Это давно уже. Посмотри, какого качества, да? Так красиво сделано. И аж до верха. И аж до верха, да. Очень красиво. Да. Представляешь, в этих платьях, в этих шапочках. Это шоперный, ты узнал, да? Да. Лет. Представляешь? Ну, тогда не было так жарко. Это сейчас стало так жарко. Я тебе скажу. А, ты знаешь, что вот сейчас змеи проснулись. Одного мужчину в Одесской области змея укусила. Что ты знаешь? Я не знаю, чтобы не ядовито. Ну, это я не знаю. Так его забрали. Не сказали, какая змея? Вот смотрите, в городе цветут. Это что, алыча? Слива. Алыча. Что сказали, что они просыпаются. Надо быть очень осторожны. Я так поняла, что у мужчины частный дом. И они... И к нему в дом она заползла. Ты понял? Слива. Да. Я думала, он где-то гулял. Да. Вот это вот странно, да? Да. Да. Хотя вот наш директор зоопарка, он всегда предупреждает, если что, звоните, не убивайте змей. Мы едем в змею. Да, да, да. Но если она его убит... Ну, я не знаю, как дальше развивались события со змеей. Может, она правда не ядовитая, да. Да. Эти перебит... Ты что-то хотела говорить. Животные, они... Не нападают специально. Не защищаются. Ну, да. Чувствовал страх. Да, опасно. Мы всегда вот смотрели, что... Ты говоришь, тогда летом было хорошо. А, не было так жарко. Да, я вспоминаю. Я вспоминаю, мы выросли, когда зимой всегда был снег. Да, да. А сейчас может и снега не быть, и мороза может не быть. Да, да, да. Ну, что ты сделаешь? Да, все меняется. Мы меняемся, погода меняется. Вот только что не было ветра. Смотри, как задуло. Да? Да. Значит, правда, что на море шторм, наверное, он будет поворачивать. Он будет, а мы не знаем. А мы будем, наверное, заканчивать. Да. Берегите себя, берегите своих близких. И пусть у всех наступит завтра. Хотела просто уже дойти, показать немножко здесь. Да. Среди механических площадок, потому что, наверное, не дома, а... 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 А...